Мы продолжаем читать наставления святого Иоанна Касьяна Римлянина из второго тома Добротолюбия. И у нас идет разговор о молитве, точнее о коротком молитвенном призывании, которое в случае с Иоанном Касьяном он говорит о стихе Псалма Божия. Об этом мы читали в 209 абзаце в прошлый раз и мы видели, что там кроме объяснения, почему он предполагает именно это молитвенное делание, причем мы подчеркивали, что он не просто, скажем так, сам это предлагает или сам из своего опыта этого взял. Он является носителем некоторой традиции, учитывая, что эта традиция восходит в целом к Антонию Великому, то вот где-то в его среде, если не от него самого, то по крайней мере в его среде, это вот молитвенное, короткое молитвенное призывание, оно было в общем потреблении. Совершенно очевидно, что Иоанн Касьян, он не просто ученик, вот скажем, того или иного святого отца, он ученик очень много, путешествующий и по времени жившим в разных скитах, монастырях, то есть он изучал именно традицию египетского монашества, и вот очевидно, что вот это свидетельство об употреблении этой молитвы является совершенно не его изобретением, и по всей видимости на пространстве фиваиды, египетской фиваиды. Древнего египетского монашества употребительно было именно это, короткое призывание, но мы уже это обговаривали, важно не в том, какие именно слова произносятся, мы говорили, насколько значимее и важнее произносить именно Иисусову молитву, важно, что короткая молитва имеет определенные свойства, качества, эффект, и вот об этом эффекте он тоже говорит в 209 абзаце. Так вот, результатом того, что человек привыкает к короткому молитвенному призыванию, результатом этого молитвенного подвига труда является то, что человек начинает видеть, умно видеть и ощущает сердцем Бога, потому что призывая его непрестанно, не произнося длинных текстов, а коротко призывая имя Бога, он начинает ощущать и переживать от этого непрестанного призывания имени Бога, от непрестанного призывания Бога, он начинает жить им и ощущать то, что он живет им. Это то, может быть, в какой-то степени самое искомое в делании короткой молитвы, это самое важное, самое главное, самый ценный плод, самый важный результат этой молитвы, потому что действительно вновь и вновь с вниманием, усердно призывая Бога, вот, а по мысли, по крайней мере, древних отцов, призывание Бога приводит к тому, что Бог реагирует тотчас же и является к человеку, призывающему его, и постепенно это постоянное призывание и хождение в присутствии Бога делает чувство человеческие, обостряет, меняет, очищает, и человек начинает умно видеть и сердцем переживать Бога. Второе, о чем говорит Иоанн Касьян, это дерзновение к отцу, то есть человек постепенно через это призывание имени, которое вне и без благодати стагодуха невозможно, немыслимо, оно является благодатным, это не просто некое механическое действие, действие, или того еще хуже, магическое действие, что если ты будешь читать молитву как мантры, вот, какие-то эффекты это приведет, ты начнешь что-то видеть, что-то слышать, понимать язык зверей и птиц и так далее, вот, это все полная ерунда, и вот, на самом деле, через общение с Богом во благодати, сама эта благодать, она действует над человеком именно таким образом, что он усыновляется Богу, действие благодати имеет именно таков результат. Конечно, скажем, ну, чуть-чуть ниже об этом поподробнее, может, скажу, но, конечно, мы настолько испорченные люди, что для нас разговор о молитве, особенно вот о молитве Иисусовой, сводится к тому, чтобы получить какие-то дары, вот, стяжать прозорливость, или дар чудотворения, или дар пророчества, или дар разумения Писания, или еще что-то, и мы всегда, скажем, ищем этого, ищем людей, которые через молитву это стяжали, и все остальное, да, власть над бесами обязательно, вот, остальное нам, по сути дела, и не важно, на самом деле, молитва, если это подлинная молитва, она дает нам благодать, а первое и главное действие благодати, что она преображает, превращает нас в сынов и дочерей Божьих, потому что именно благодать это и делает, и вне благодати это невозможно, если во мне нет благодати Святого Духа, никакой я не сын Богу, и только во благодати усыновлении я становлюсь ему сыном, и поэтому через молитву человек стяжает эту благодать, он входит в постоянное действие благодати, а стало быть, становится сыном Божьим, и как сын имеет, естественно, дерзновение к Отцу, особенно, особенно, это значимо, особенно к этому результату, конечно, приводит постоянная молитва, постоянное призывание имени Иисуса Христа, потому что Иисус Христос, как истинный Сын Божий, мы призываем Его имя, мы прорастаем в Него, мы этим именем прикрываемся, именем живем, и входя в ближайшее общение со Христом, мы усыновляемся во Христе, благодать Святого Духа, усыновляемся Небесному Отцу. Третье, вот к чему приводит молитва, оно становится стеной против бесовских полчищ, против искушений бесов, то есть молитвой мы ограждаем себя от действия врага нашего. Здесь важно понимать тоже само действие молитвы, то есть, скажем, немало есть сюжетов, немало, начиная со Священного Писания, кстати, Нового Завета, вот, и заканчивая там, какими угодно сюжетами XX века, есть множество-множество художественных, псевдо-художественных, потеряковых историй о том, что человек, произнося молитву, тем не менее, не мог защитить, защититься ей от бесов. Поэтому не само молитвенное слово, не само, вот важно понимать, что это не мантра, что это не просто какая-то вот речевка, которую нужно повторять, 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 и через это постоянное повторение этой речевки, этого слова, этого сложения этих слов, мы тем самым защищаем себя от бесов. Нет, церковь, и все в церкви, и все в Боге, животворится только верой, только верой приводится в действие, только верой оживает сила произносимых слов. Если человек не верует, само по себе произнесение этих слов ничего человеку не дает, как, скажем, известные истории из 19 века, их немало собрал Достоевский в своих дневниках, в том, что человек может и перекреститься, а потом убить, и даже имя, перекреститься с имяем Господи Иисусе Христе, благослови и убить человек. Это никаким образом не действует, никаким образом не останавливает, потому что веры нет. Поэтому молитва, естественно, для Иоанна Касьяна, молитва без веры, он просто не знает вообще, о чем идет речь, до того времени, когда молитва станет формализированным, формальным словосочетанием еще очень-очень-очень много времени, не одно, пожалуй, больше, чем, ну, по крайней мере, полторы тысячи лет, и поэтому он еще не знает такого слова употребления, поэтому, естественно, понимает, что молитва, коротенькая молитва с призыванием имени Бога или имени Господа Иисуса Христа, оно с верой произносимое приводит к тому, что призываемый является к нам и ограждает нас стеной против нашего врага, что является Бог, благодать из Того Духа, покрывая, защищая нас. И пока звучит на наших устах молитва, пока ум наш погружен в слова молитвы, пока сердце наш ощущает силу молитвенных слов и верит, что Бог откликается на это призывание, то вот мы защищаемся от бесов. Очень важно помнить, что эти слова молитвы должны произноситься именно с верой, что вот, ну понимаете, как бы, если это сделать без веры, то мы попадаем под действие заповеди, запрещающие заповеди и диколога, не произноси имени Господа Бога твоего понапрасну или в суе, то есть имя Господа можно произнести, но в суе, то есть без веры, без веры в силу произносимых слов. Вот, как, опять-таки, говорит уже Господь Иисус Христос, Евангелие, он говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в дом отца моего, только творящий волю его, то есть само по себе имя, даже если именем творятся чудеса, ничего не делает, ни к чему не приводит, ничего не, результата не имеет, если нет веры, если это призывание имени суетное, напрасно. Четвертый эффект, результат этого слова, молитвы, это молитва разгоняет шум мысли, буквально, вот такое выражение использует Иоанн Касьян, шум мысли, то есть тишина и свет воцаряются внутри нас, в нашем уме, и помыслы увядают, и уходит, наступает тишина именно от помыслов, и последнее действие, результат этой молитвы, она утешает страсти, утешает страсти именно силой, даваемой нам благодать, то есть она утешает помыслы, в уме нашему нас успокаивается ум, и оно утешает страсть, у нас утешается сердце, оно перестает волноваться по поводу каких-нибудь мирских вещей, ну а заканчивается 209-е слово таким вот свидетельством, так и при всякой духовной нужде эту одну тверди молитвку, и будет она для тебя избавлением всего худого, и охраной в тебе всего доброго, поэтому пусть она непрестанно обращается в груди твоей, при всяком деле и служении, на пути и за столом, при отходе ко сну и пробуждении, не переставай воспевать стихся и поучаться в нем, пока через постоянное упражнение в нем навыкнешь воспевать его даже и во сне. Вот здесь ну как бы резюмение, которое подводится под рассуждение молитвы, но мне хотелось бы подчеркнуть, просто подчеркнуть, акцентировать внимание на том, что вот так при всякой духовной нужде тверди молитву, но в данном случае он имеет ввиду вот эту Божию помощь мою ванми, это может быть любая молитва, в наше время и вполне справедливо, как мы это говорили, употребительные призывания имени Господа Иисуса Христа, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного, но вот это призывание, оно важно именно как при всякой духовной нужде, мы забыли о том, что молитва есть в первую очередь скажем деятельность в нашей вот в наших нуждах, наших скорбях, наших тяготах, оно нужно в нашей жизни для того, чтобы защититься от врага, для того, чтобы найти путь Божий, чтобы приобрести рассудительность, о которой речь будет дальше, чтобы суметь отразить козни, соблазны, чтобы умереть страсти, чтобы умереть помыслы, вот для чего произносится молитва, вот, ну, это же, наверное, естественно, это же, наверное, ну, само собой разумеется, я не знаю, вот, ну, что может быть естественнее того, чтобы призывать при всяких своих нуждах имя Господа, неважно, какое это, какая будет это именно молитва, но призывание, молитвенное призывание Бога, оно естественно для человека, находящегося в этом мире, и вот вдруг, вместо того, чтобы так естественно и жить молитвой, и спрашивая себе милость и прощение, хлеб и воду, защиту от бесов и исцеления от болезней, понимание пути Божьего и откровения о промысле, изгнание помыслов и увядание страстей, вместо того, чтобы вот этим всем жить и для этого призывать молитву, вдруг откуда-то пришло представление о том, что молитва это путь каким-то сверхзадачам, каких-то сверхдарам, каким-то сверхвозможностям, то есть молитва вдруг вместо того, чтобы стать исполнением жизни человека в нуждах повседневного странствия, вдруг стала лестницей, которая возводит каким-то запредельным дарам, в которых, ну, по простому счету говоря, нужды в этих дарах для повседневного человеческого бытия, нет, зачем обыкновенному человеку прозорливость, зачем обыкновенному человеку пророчество, зачем ему там знание языков, зачем ему еще какие-то там исцеления от болезней или изгнание бесов, исцеление бесноватых, простому человеку, обыкновенному, его повседневных нуждах, это зачем, Конечно, есть старцы, святые люди, которым дается это в первую очередь по предведению Божьему и для таков промысел Божий в этих людях. Прежде чем даровать им эти дары, Бог проводит их через определенные испытания, через определенный искус, через определенное научение, через определенное горнило и совершенно определенный подвиг. Но для обыкновенного человека все это не нужно. Для него молитва это просто повседневная его песня, помогающая ему в его повседневных нуждах. Вот для чего нужна молитва. И поэтому нужно молиться. И не надо на эту молитву никакого благословения. Не нужно это воспринимать как некое сверхъестественное делание, которое тем опаснее, что я решился приобрести волазь над бесами. Естественно, как мне на этот вопрос решиться, на эту тему подняться, как мне это достичь без благословения тут никак не суметь. Но на самом деле молитва этого не предполагает. Она изначально и была просто повседневной деятельностью верующего человека каждые мгновения, каждый час, каждую минуту призывающего Бога. Потому что вот необходимо все эти повседневные, житейские, духовные трудности решать. И прожить эту жизнь, чтобы страстей, страстями не оскорниться, чтобы помыслы меня не закрутили, чтобы семью прокормить, чтобы болезни не пришли. А если пришли, чтобы тут же попросить Бога об их уврачевании. Вот такие повседневные человеческие нужды. Мы же не берем благословение на то, чтобы просто вот жить с Богом. Какое такое благословение? Вот по мысли древних отцов это естественная деятельность человека. Нормальная и естественная. Просто жить с повседневным призыванием имени Господа. Ну и в заключении 210-й абзац, который заканчивает рассуждение о молитве. Плодом сего будет первое всего то, что ты отвергнешь все богатство своих помыслов, и удерживаемый единостью сего стишка будешь все более и более навыкать объединению ума по мышлениям о едином помощнике, видя его всегда присущим тебе, всевидящим и всесодержащим. Отсюда потом, восходя к живейшему общению с Богом, начнешь насыщаться все более и более возвышенными тайнами, погружаясь в Бога, с Ним единым пребывая и единым удавляясь. Так, наконец, достигнешь ты и той помянутой выше чистой молитвы, которую не допускает уже во внимание никакого образа, и не проявляется никаким звуком голоса или произнесением каких-либо слов, но с неудержимой живостью исторгается из сердца, неизреченно восторженного пламенным устремлением ума к Богу, и изливается пред Ним неизъяснимыми воздыханиями и стенами. Вот, понятно, там речь идет о совершенной молитве, об этом мы говорить не будем, и нам до этого далеко, но вот это непрестанное призывание имени Божьего может быть в особенности, хотя Иоанн Кассиан свидетельствует, и что такую же силу имеет и стих упомянутого им Псалма, но особенно, наверное, я так понимаю, именно молитва Иисуса приводит к тому, что человек собирает свой ум. Вот самое главное, первый плод того, что человек привыкает к объединению своего ума. Он перестает шляться помыслами по улицам этого мира, он перестает соблазняться видами, образами, красотами, соблазнами, страстями, новостями, искушениями, он перестает реагировать на внешние всегда лживые раздражители, он собран внутри себя, именно потому, что он собранный, он легко распознает прелесть этого мира, ложь, которую он пытается подпихнуть, соблазн, которым пытается его искусить. Вот эта собранность ума, это не есть некое, скажем, особенное состояние, которое присуще только там величайшим святым. Величайшим святым присущи прозорливость и пророчество, а собранность ума, это нормальное человеческое состояние, это то состояние, которое должно быть у христианина, потому что только вот такой собразный, соединенный, целостный, восстановленный ум, восстановленный и собранный именно действием молитвы и призыванием имени Бога, вот только он и способен различать тьму от света, ложь от правды, соблазн от блага, которое посылает нам Бог. Поэтому так важно, так важно с помощью этого молитвенного дела в первую очередь собрать свой ум, пока соблазны, разные ложные наветы, искушения, картинки не погубили нас окончательно.